Алексейка Умница, молодец Нам бы таких в науке Написал статью Напечатал Наука и жизнь Меня не напечатало Его напечатало Вы думаете, я завидую Алексейка? Алексейка, это мое предложение Вот я говорю всем На раннего каньона на первых плодах Были сладчайшие плоды Вспомнилку с детства Так Пробовал плоды Шелковицы Бродского Ваши Шелковицы растут у меня парами дружно Так же, как дружат его с ним Сейчас, я почему это Сейчас Валерий Васильевич может к нам позвонить Буквально на одну минутку У него проблемы там Ему пытались помочь Мол, местным властям Был местным властям Вы чего такого человека там Он же погибает без помощи Ну, помогли Догадайтесь как Подрастают ваши черешни Та-та-та-та-та-та-та Вишняшта была Подготовил В общем Жду возможность попросить черенки И так далее Спасибо, Алексей Так Теперь Вот это вот Он сказал, что достигает двух метров Я только просил письмо Попросил Иона Александру сфотографироваться С моим абрикосом То, что вы видите Это однолетние приросты Подчеркиваю Однолетние таких у меня деревьев десятки это просто выбрал один, ну может сантиметров на 10 длиннее других но факт то, что в настоящем саду без всяких, все что вы видели, эти плакаты все растет, только ради бога не подходите к деревьям с секатором умоляю, я всю науку умоляю но она меня не услышит никогда сейчас еще покажу, смотрите, секунду а потом пойдем дальше вот это вот сейчас вы увидите я вначале возмутился капитально, думаю, да что ты делаешь это же для людей у тебя же там десятки тысяч просмотров что ты творишь-то, вот она да еще земляк, Херсонская область плохо, что у нас нет в каком смысле цензуры ну понятно, что с него взять он же там усит людей убивать деревья, как у него они якобы осветлить плоды будут крупные не какая-то кисательная а почему надо кисательная, я не понял у него сейчас смотрите вот видите 42 тысяч человек научил а наши люди, северяне они понятия не имеют, что он из-за Херсонской области это я знаю, а они-то откуда узнают и вот получается такая картина смотрите вот вот он сейчас то есть она бы погибла у меня допустим со стопроцентной верности видите видите какие ветки ну дальше я боюсь показывать, потому что собьется у меня помните же такое было, дальше он до конца его изувечит и ну Херсон, ради бога ну где-то кто-то должен все время толдычить есть ли Херсон это 200 километров от Крыма чтобы такие советы наши не повторялись за ним ведь это же повторяют везде и всюду а потом удивляются почему абрикосов нет вот этот момент я хотел отметить дальше вот теперь обратите внимание деревья которые не подходили этим сельцем абрикосов броска на момент съемки 3 года и пол лета вот Елена Александровна в середине лет у меня потому что они рано плодоносят довольно вот это все выросло за 3,5 года естественно что тут такой момент я должен отразить они растут через метр друг от друга придет время они начнут мешать друг другу это да это обязательно случится и какие то начнут давить другие у меня например абрикосы зайдовили с десяток яблони мне пришлось их вот на глазах у Елены Александровна их выпиливать почему шансов ноль абрикосы полностью небо заняли они более рослые а яблони их надо как бы отдельно садить тоже не сдаст землю вы что смеете что ли землю железную в Сибири уже вся земля захвачена ага захвачена соснами и так пройдет время и даже они начнут через метр посадить мешать друг другу а там надо будет брать пилу топор но это потом а пока идет массовая проверка то есть они сидят густо и можно выбирать пока они небольшие вот ну заодно уже Елена Александровна сфотографировалась это кстати этот пояс она мне подарила спасибо так это с колновиткой колновитка на сибирском подвое на сибирке на ягодной яблони сибирка страшная ошибка вообще вы знаете этот Мичуринск Москва там тоже самое вся сельхознаука во главе какая наука эти самые чиновники из Минсельхоза приказали заниматься они посмотрели у них как-то устроены мозги они видят что это вы понимаете вот вот этот не волшебник а вот шляпы фокусник достает кролика вот посмотрели все можно решить оказывается если чиновнику вот этому из Минсельхоза который мне сказали пошел ты со своими советами да если им ну перевести на нормальный язык вот если им они посмотрел допустим стоит на сцене этот и шляпа достал кролика сидит допустим кто-то из Минсельхоза я говорю твою мать да вот же решение там проблемы то это как его мясной проблемы то есть у нас же будет и мех и мясо и давай всех студентов всех давай это учить фокусом и у нас будет миллион этих попыток миллион кроликов вот это вот дурь они воплотили в жизни на кроликах потому что я сильно немного ауктрирую они воплотили Минсельхоз в этих самых самых крупных научных учреждениях переход на карликовый подвой на искусственных корнях на этих недомерках на этих уродцах да они то смотрят на итальянские на испанские на сады а там то урожающие ой ё-моё сейчас это они знаете как делают вот жалко что опять это же как мне теперь туда попасть Вот они берут, у них же вот этого нету, смотрите, сейчас покажу. А вот эта фотография на стенде, это думаете, я этот институт сделал? Нет, эту фотографию Слямзина из этого, из интернета, она там есть, вот она. И они автоматом решили, что у нас в России это всё будет. А вы знаете, почему я критикую, не боюсь их реакции? Потому что они сейчас про меня ничего не знают, и не узнают, и знать не хотят. Поэтому я, у меня свой круг, вы наша элита. Помните, я фамилию уже десяток называл? Начиная с Савинича, Сергея Железова, там Сафронова, Троценко и многих-многих ещё. Вот, и того же Алексейко, вот, вот наши молодёжь. Ну, извините, относительно Алексейко, относительно молодёжь. Так вот, а садовая молодёжь, факт. Вот это вот, получается, что ошибка совершена была страшная, невероятная ошибка. А здесь подвои-то сибирские. Ирина Александровна, собственно, рукой привила к абрикосу, першик. Поздравляю. Вот. Вы делаете успехи. Это прививки почкой, это мы вместе проходили. Это учёбу. Это уже... А, кстати, можете обратить внимание, где парша. А эти снимки-то три дня. Вот так. Это та самая яблоня. Я сейчас вынужден сказать ещё раз. У меня есть этот сюжет в отдельном фильме, он скоро выйдет. Вот это дерево было полностью изувечено. Вот так отрезано. Это огромная, мощнейшая ранетка. Одичавшая до крайней степени. Только вот эта вот обрезка на омоложение и одна ветка специально оставлена, привела вот к этому, смотрите. Вот. Ирина Александровна, у вас уже сколько, я вам уже этих... У них теперь снова вернулись нормальные... Семена были деградировавшие. 35 лет дереву. Вот. Они были в пять раз мельче. Смотреть было не жутко. Они на дереве прямо гнили. Вот. Полностью потеряла качество. На время вернули. И теперь вот эти вот. Вот я и показывал в Ниссане. Водил. Кстати, привет, Ниссан, если вы меня слышите. Вы в Красноярске. Вот эти вот. Тут два-три десятка ценнейших веток. Вопрос. Кому задать этот вопрос? Кто будет восстанавливать раненечные сады? Они задичали до последней степени. Больше. Я еще 20-30 лет назад. У них такие урожаи были. И плоды были съедобные. И скупщики покупали их по 50 рублей. Ведро из их. Ну, в современных целях. Вот. Потому что они были. Сейчас все. Нету. Одичало вот как это дерево. Кто вернет? Сергей не вернет. Потому что он сотню приведет. Две вот этих на продажу. Ни одно не купят. Вот чем беда. Это должна быть специальная программа. Это должны быть школьные участки. Это мы потом с ней уже сколько обсуждали. Мечтали. Приходит студент. А это можно было бы поручить. Поступил в институт. Ему сразу делянуть. 10 соток. 10 соток. Это 150-200 густо посадить деревьев. И чтобы в конце обучения все они плодоносили. Нет. Пошел нафиг. Какой диплом. Может и в это время в кабаке сидел. Когда надо было это. Работать в саду. Хотя там работа. Господи. Я практически все работы отменил. Вон они. Плакаты. А я говорю. Можно в саду отдыхать. Так вот. Вот это должно стать нормальной работой. Надо вернуть раняткам жизнь. Вот они. А вы знаете какие они вкусные. Ну они помельче. Это на фотографии они. Когда все что вперед выдвигается. Оно кажется крупнее. На самом деле они немного. Они помельче. А то скажете. Хорошие яблочки. Грамм по 50-70. Вот. Вот это. Наболело. 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 Я еще знаю. Где последний. Краснодарский пипенчик. Хуторе ползоносит. Долго ли. Ну. Это я называю. Золотой запас России. А. Ну да. Какой же он золотой. За него рубля. Лома в науке не даст. Так. Пойдем дальше. И. Вот это вот. Тоже как бы учебная фотография. Потом пойдут снова писем. А поймете почему. Это надо нам всем. Значит. То так получилось. Вот это вот. Приехал человек. Подарил. Человек отчаянный. Садовод. Фанатик. Его персики. Вот я. Сенцы. От него как раз. Вот. Александр Сеевич. Ну. Дело то в том. Что он подарил мне вот этот саженец. Вот он. Смотрите. Он был вот с таким вот штампом высоким. Я. Это. Ну. Надо его привать из земли. Почему. Я ему говорю. Будут плоды невкусные. Как. Он мне не поверил. Вот. Или он сам теперь поверит. Почему. Потому что. Кроме корней. Вот. Когда он привал. Это было. Полностью весь штамп. Привил высоко. А. У него. Такая же. Эти. Самые. Ну. Какая-то. В общем. Ну. Значит. Привил нас несъедобную грушу. И теперь он клялся. Что она будет. Чисто сладкая. Она абсолютно несъедобная. Вот тут надо привать. Дело в том. Чтобы доминация. Чтобы доминировала крона. Она вся. Начинает. Вместе с этим. Со штампом. Должна быть привитая. То есть. Привой. Вот этот момент. Это один из моих этих. Скромных. Ненавязчивых открытий. Которые все. Решают все проблемы. Вот. А сейчас все. Оно будет выпилено. Показал ей. Она. Елена Александровна подтвердит. Абсолютно несъедобные плоды. И шансов ждать бесполезно. Потому что я ждал. Это на третий год. Снова несъедобные. Больше ждать не буду. Вот. А вот это я почему. Потому что это он мне вот эти сердца подарил. Они оказались неубиваемые. Ну в какой степени. Замерзло все. Что было выше уровня снега. Восстановились вот таким вот образом. И еще раз говорю. Не делайте штамбов. Не делайте. Тогда и шанс. Что это касается абрикосов. Слив. Персиков. Всех. Вот отсюда должны быть ветки. Тогда оно неубиваемое. Вот это вот. Это его ошибка. Он просто. Начитанный. Его давно учили. Я сам читал. Там же цифры идут. 68 сантиметров. А то и метр. Место прививки. Ошибка страшная. Поверьте мне. Вот. Ну куда еще. Ну уже потерял бы я эти сенцевые персики. Его же. Да. Вот так совпало. Это его саженец. И это его. Я уважаю страшный. Это фанатик круче меня. Если бы не вот эта вот. Кустовидная форма. Он был бы мертвый. Если бы я вот тут вот прививку. То есть. Если бы я все это поотрезал. И вот отсюда бы пошел штамп. Фух. Как еще говорить. Вот. А вот это я специально. Вот она парша. Началась. Ну ладно. Что делать. Такая это. Да. И кстати сказать. Да. Там действительно. Нужно обязательно иммунные сорта. Именно против парши в первую очередь. Кто бы спорил. Кто бы спорил. Ну только друзья мои. Ученые. Если хоть один из вас. Хоть когда-нибудь меня послушает. Прекращайте вы находить их путем. Сеяться. Не так. Путем. Скрещивания. Вот. И уже давно все открыто. Уже вся эта страна покрыта. В любительских садах есть все. Найдите. Сразу. Вот шли дожди. Месяц два. Найдите где нет парши. Срежьте ветку. Вот с этой работайте. Отсюда должна начаться работа. Вот. А то бесконечно эти иммунные иммунные. А парша как жрет все подряд. Иммунные еще и лучше. Как услышит парша про иммунные. Обязательно сожрет. Вот. Ну это тоже ничего да. Это сувенир Востока мой любимый сорт. Ну от этих дождей не пострадал. От мороза пострадал. У него и сухая ветка. Неприятно смотреть. Вот. Но меня удивляет одно. Вроде бы тут же и сухая ветка. Вот. Сейчас я специально так говорю. Вот. И тут же сумасшедший урожай значит полно этих самых. То есть получается, что как так? Погибают ветки с цветами. Все знают, что цветы более слабее на мороз. Они должны быть так. Еще дерево целое, а цветов уже не должно быть. И плодовлю. Так дело в том, что я себе несколько веток срезал. И там, где я срезал несколько веток, там и сухие ветки. Еще раз говорю. Прекращайте это делать. Прекращайте. Вот. Ну это так. А, это знаете как? Расширяем наши просторы. То есть я, так как землю не дают, но там земля, она несколько лет назад за землю стоила 50 тысяч рублей сотка. Таких денег не было и мы купить не смогли. Так. А наши абрикосцы залазят туда. А там уже ни рубля уже не стоит. Там уже береза выросла. Я вам показывал. Вот. А вот это тоже, Елена Александровна. Значит, запоминайте вы. Сергея не до этого. У него другое направление. Ну попалось нам с вами, вот ходим мы, мать честная. Это что за чудо-то такое? Это какие они могут быть плоды? Почему листья-то огромные в два раза больше средних? Вот. Да я уже завтра забуду об этом. Я уже сколько умолял вас. Пожалуйста, все запоминайте, записывайте, пишите. Это не просто сад. Такого сада больше нет во всей России, во всей планете. Уже слухи доходят. Вот в Америке тоже погромили абрикосы. Я как это услышал, думаю, а чем они лучше нас-то? Вот. А вот это вот новое направление будет садоводствием. Это когда Тимошка вырастет. Когда Илья Александровна станет академиком, вообще признан, лучше бы министром чельского хозяйства. И нет, или еще лучше бы министром образования. В общем, нам нужно, чтобы в среднем высшее образование все студенты работали с биокусонными рамками. Тогда что-то сдвинется. Вы представьте себе, что научный сад, а ученые об этом не знают, находится в геопатогенной зоне. Ну, там хоть лоб расшиби. Можно землю всю вывести. Можно срыть ее, там, как хочется. Можно новую завести. Геопатогенные зоны не исчезли. Понимаете? Из-за этого столько ошибок, заблуждений. Там, где нормальная земля, там 40 градусов выдерживает практически все. И абрикосы, и яблони, и груши. А там, где геопатогенные зоны, там все подыхает, но находят, а иммунный, не иммунный. А вирус, не вирус. А мучнистра, роса, не роса. Так они и потому имучнистра, роса, потому они не иммунные, что-то, а им там не жить. Вы думаете, что зря мы тут стоим? Вот смотрите. Видите? Что вы видите? Чего ему не росло с этого кусту? Ну, дальше понятно. Я вам с самой наметки, чем надо заниматься. Ну, это в фотографии. Ну, короче, прививка погибла. А результат такой. Ну, разве это... Вот скажите мне, что это манжирский абрикос. А? Ну, кто в нем признает? Ну, если признать, что это манжирский абрикос, значит, гигантинная георизация существует. Вы поняли? А вот вторая, это самое. То, что вы видели, это низ. А вот это верх. Вот. Так, глоток выговорился. Дальше пойдет нормальная, нормальная. Закончится ровно через два часа от начала. То есть, вот тридцать, вот все полтора. Закончится без предупреждения. Не будет. В этот раз я не смогу. Я не увижу ваши ответы на вопросы. Не так. Я не вижу ваши вопросы, не смогу на них ответить. Я попросил, раз уж так сложилось, что технически так получается, то этот самый Сафронов Антон Валерьевич, он мне возьмет, скопирует их все, что вы сейчас в вопрос зададите. А я на них отвечу на следующий вебинар, я вам обещаю. Вот. А пока ровно вот двадцать три часа по моему красавиатскому времени. Да, двадцать три часа. То есть, через полтора часа просто экран погаснет. Все. Имейте это в виду. Продолжение следует.